Привет зрители! Сегодня с нами Lada Vesta. Казалось бы, ну универсал. Видали мы все. Ты же нам показывал, мол, и стандартный седан, и кросс-седан, и вот универсал тоже был, и кросс-универсал, и Lada Vesta Sport, и даже поставил турбину на свою в свое время Vesta. Что мы еще не знаем про твои автомобили, дорогой Василий? Зрители, я стараюсь для вас максимально раскрыть все возможности автомобилей, и инновации приветствую всячески. Тем более тюнинг, пускай сейчас и не самый простой, что называется, элемент, там его заканивать надо, еще что-то. Бывают варианты, когда вы можете легко превратить свой автомобиль в что-то намного более интересное. Главная претензия у большинства, кто что-то регулярно пытается написать про Lada Vesta, это, мол, не нравится в штамповке, но посмотрите, черный свет преобразует автомобиль максимально. Еще затонированная задняя полусфера, ну, шикарный универсал B-класса, даже почти-то C. В общем-то, подобный кузов у нас без конкурентов на нашем рынке. Отсутствуют маленькие универсалы. Место есть, место есть, но главное сегодня вовсе не дизайн и красота, тем более тут, кстати, у нас колеса штатные, посмотрите, 195, 55, 16 колеса, и отмечу, что именно на них машина штатную динамику и показывает. Все 17 колеса, еще кто-то 18 ставит, тут же отбрасывает существенно назад автомобиль, поэтому кому ехать и не казаться, рекомендую оставаться в штатной размерности, даже если спорт ставить, тоже попробовать не утяжелять конструкцию, чтобы машина ехала, то, что говорят. Ну, главное, это, конечно же, не визуал внешний, а внутренний. Посмотрите, что у нас случилось. Эти преображения, я думаю, многих заставят пересмотреть возможности автомобиля и выбрать себе весту. Посмотрите на панель приборов, или щиток приборов, будет правильнее сказать, потому что это частный. Частный случай, который может стать и вашим тахометр по центру. Спидометр где-то прилетился слева, значения скорости не такие крупные, и кто-то скажет, а почему 220? Это же суперспорт, давай в отсечку, да! 6 тысяч на тахометре, запас аж до красной зоны еще тысяча. В общем, явно панель подтюнинг у нас. Но существует еще один вариант. Это спортивный, будет и гражданский. Если вам интересно, друзья, откатаю, покажу, как работает, чтобы было понятно на практике. Очень круто сделано. Компания АМС предлагает вам такое решение. Берете свою старую панель, приносите им, и, соответственно, за ценник от 6 до 8 тысяч на момент рассказа, вы можете превратить свою весту вот в такой вот суперспорт, или гражданский спорт, если перевернете, соответственно, зеркально-тахометр и спидометр. Ну, а теперь давайте посмотрим, как это все едет, и что нам подарила подобная панель приборов. Итак, давайте попробуем. К сожалению, отмечу, что веста любая, какую мы не возьмем, стрелку спидометра за 200 вообще никак не уйдет. Поэтому то, что здесь 220, непринципиально, скорее, да, чтобы самолюбие потешить, по большому счету. Может быть, я в турбопроекте, если вы меня поддержите, как всегда, комментарием, лайками. Ваша активность, что называется, мне на усладу, и стимул к дальнейшему раскрытию потенциал автомобиля. Может быть, там за 200 уйдут. Возьму подобную панель приборов, поставлю, и все сделаю. Не забывайте, ссылки в описании, кстати, на то, кто хочет себе установить. Воспользуйтесь и получите себе подобное решение. Ну, а мы начинаем. Кстати, отмечу, вот, я сегодня поговорю не только про панель приборов, еще отмечу некоторые моменты. Смотрите, у веста, кстати, есть ограничитель хода двери, но он просто слабо фиксирует. То есть, тут есть несколько положений. Максимальная открытая дверь, средняя открытая дверь, вот она фиксируется. То есть, смотрите. И еще одно положение тоже есть, но оно тоже такое вот, смотрите, тоже присутствует. Просто слабо фиксирует. Поэтому нужно лишь пружиночку поставить. Видите, панель приборов сделали, можно и с дверью подобное решение сотворить. Отмечу, что по-прежнему, кстати, нет у нас автодоводчика. Вот у Гранта есть, а у Веста нет. Особенности конструкции, особенности электроники. Есть еще один аспект, кроме визуала, он у нас классный. В остальном, по большому счету, та же самая панель приборов. Кстати, смотрите, какой у нас расход. 14,7. Скорость, правда, маленькая. В пробках потолкался 19 км в час. Москва стоит. Осень, школа, все такое. И 1,8 в адреске, ух, что называется, ест. Потребляет топливо, как может. Ну и отзыв, да, есть. Так вот, почему я поставил себе ресс-ложик? Мы сейчас обязательно сравним показания скорости по спидометру, реальной скорости. У нас здесь круиз-контроль есть для удобства. Ну и, конечно же, отмечу главную фишку, которая так и осталась. За основу берется стандартная панель, поэтому вазовское родимое пятно или семейное древо. Ген идет. Вот ген тормозного тахометра, он вот здесь всегда. И то, что у нас здесь такой классный, стал красивый, это не отменяет того, что по-прежнему данные передаются самым автомобилем и так быстро на подряд приборов. Как так? Показываю, как выглядит. Тот сейчас опять начнет утрясти его будет. Как ты так шестерку крутишь, друзья? У автомобиля есть система смазки, есть ограничитель. Все это настроено на то, чтобы выдерживать, по крайней мере, кратковременно, без какого-либо труда, максимальные обороты. Не волнуйтесь, все хорошо. Всегда моторы кручу, а с таким тахометром, да? Прям хочется это делать. Попробуем, да? Стартую аккуратно и... Уже, уже увидели, да? Уже машина села на ограничитель, меня качнуло вперед, а стрелка тахометра только добралась до граничного значения. И это во всех режимах. На второй это меньше чувствуется, потому что медленнее мотор раскручивается. Это всего лишь у нас 1.8, 122 силы. Когда можно будет штатно ставить валы от Vesta Sport? Напишите в комментариях, это интересно. Потому что под такую приборку нужно двигать ограничитель. Как раз все правильно сделано. Я так понимаю, что на основе моих рассказов. В 7000, если мотор крутить, то у вас будет на второй передаче не 8. Давайте посмотрим, сколько у нас сейчас. Выкручиваем вторую передачу в звон. 80, ну вот видно, 84, да? 80.1 и 82, это по... То есть, если докрутить до 7000, мы, в теории, должны уйти в соточку. И это нам ускорит разгон. Потому что не будет лишнего переключения, но о них, к сожалению, теряешь. Вот так вот. Поэтому, кстати, именно здесь не имеет значения, насколько точно настроен тахометр относительно шкалы. Из-за того, что, да, опять же, он как на штатной машине, так и здесь не так быстро работает. Плавно себе спечивает движение. В остальном, конечно, подобная панель воспринимается. Ну, очень круто. Реально. Ты смотришь, ну, словно парше. Садишься, думаешь, вау, или кто у нас такие еще есть? Ухон так было сделано, да? По центру у нас тахометр. Давай, лупи, выбирай правильные обороты, делай как нужно. Ну, молодцы. Хорошо получается. Что мешало заводу с самого начала реализовать? Другой дизайн. Многие, да, многие. Я реально, вот почему я с удовольствием согласился рассказать про эту машину. Но, действительно, многие писали, что нам не нравится реализация панели приборов. Щиток приборов выполнен в каком-то стиле не очень, да. Ну, мне кажется, вот это прям очень. Цена вопроса, напомню, да, 6 тысяч рублей всего лишь на момент обзора. Сам бог велел прийти, принести свой щиток и поставить, и все. И болтон ставится обновленный вот такой вот, красивый. Класс. У нас сейчас следующий этап. Поедем мы по новой дороге. Меня многие из вас спросили, прокатись, что там происходит в той стороне. Кстати, видите, тут скажут, а что у тебя здесь сложит? Почему тут у тебя скачутся показания? Деревья, друзья, деревья, друзья. Имеют значение, листва колышутся. Очень сверхточный этот прибор. Множество датчиков GPS используется. Поэтому, естественно, любая помеха может привести к какому-то такому лагу. Поэтому нужно всегда открытая местность. Всегда нужно четко соблюдать условия замеров. Это важно. Поехали дальше. Потихонечку, помаленечку. 4.2 главная пара. Отмечу, что по-прежнему, вот, как у вес-то было с этой французской коробкой 4.2, перекрут на пятый вообще в целом. Почему-то у 1.6, наоборот, должно быть. Да, вроде бы, короткая главная пара улучшает динамические свойства в помеху оборотам. Да, то есть, ворота будут выше при той же скорости. Но в итоге, казалось бы, когда 1.8 у нас более мощный, более тяговитый, но при этом с короткой парой, а 3.9 получается на ворот. Как так, не знаю. Давайте посмотрим, что у нас тут будет. Сет 75, выставим 80 и посмотрим, ковы значения по прибору. 80 держат. 78. Небольшое, небольшое у нас. Небольшое отклонение. 80 с небольшим машина держит, соответственно, по... Ну, что тут сказать? Вот порой, учитывая, что снимаю настоящее видео, ну, вот эти вот выезды... Ну, куда я, куда я, да? Вот так, что называется, я уйду. Пытаюсь вам рассказать четко. Нарисовывается товарищ, и вместо того, чтобы ехать, его слева подъезжать. Как так? Не знаю. Ну, возвращаемся. Жмем RS и попробуем. Небольшое, получается, у нас лак. Сколько у нас здесь? 81. Опять же, отмечу, что действительно, спорт-приборка, на мой взгляд, удобнее в обычной эксплуатации, если вы не берете Vestu Sport. Если вы спорт, безусловно, если вы под спорт машину делаете, эта приборка в этом дизайне лучше. Для повседневной эксплуатации, конечно же, мне кажется, интереснее режим с вариантом более крупным спидометром, меньшим тахометром, да. Посмотрим. Посмотрим, как это будет реализовано. Напишите в комментариях. Вновь вас призываю. Специально для вас готовлю подобное видео, рассказываю про новинки, отмечая те или иные аспекты получения автомобиля. В данном случае приборка точно улучшает Vestu. Я прям с завода ставил. И вот реально. В остальном мы видим, да, показометр цифровой точно такой же. Это те же самые значения. Ничего нового про БК здесь не сказано. В принципе, это стайлинг. В будущем, надеюсь, что появятся новые варианты, которые помогут реализовать дополнительные фишки. Но главный из них, это, конечно, вот это вот то, что у нас тахометр не так быстр, но на автовазе надо спросить, почему они делают тормозные тахометры. Не знаю, но все меньше и меньше. Обратите внимание, вот к Vestu все меньше и меньше придирок, все меньше и меньше каких-то фишек. И какая подсветка классная, да? Прям супер. Которые можно машине предъявить в каком-то виде. Vesta хорошей-то, 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 хорошей-то. Обещаю, если здесь 90 ограничений, где оно? Ну, видимо, не очень, не очень, видимо, выгодно, да? Вот такие вот, друзья, моменты. Вот такие вот дела. Сейчас камеру проедем, выставим соточку. Ожидал я, конечно, что перенастроят, но нет. Итак, разгоняем до соточки, посмотрим, что будет с назначением 100 соответственно. Пятая передача, видите, да, то есть очень это хорошо по воротам видно. 2800 почти. Наяривает кто-то. Выставили 100. Покрови с контролем чуть больше на панели приборов. Здесь у нас значение 98, да, 98,2. 98,3. Ну, лаг где-то 4 километра получается такой вот у нас. Кстати, тут интересно, камеры на среднюю скорость работают, поэтому сейчас разумно мне сбросить ход, чтобы не получить дополнительные штрафы. Ну, и здесь отмечу еще, то есть наша энергетическая действительность, по-прежнему с нами в Сочи из Олимпиады. Там мы нарисовали в туннелях возможности. По обкону перестроения здесь по-прежнему, да, вот, к сожалению, слов не хватает, да. Кто-то мне опять написал недавно в комментариях, мол, опять вот сплошной негатив, опять у тебя негатив, почему ты так недоволен вечно чем-то. Друзья, ну мы же, если мы будем довольны, ну, нечистотами, да, дерьмом, грубо говоря, то, ну, давайте жить в говне. Это противно, мерзко. Мне хочется жить, чтобы это было комфортно, обоснованно комфортно. Давайте сделать свою жизнь лучше. Это в наших с вами руках. Отмечаем возможности, советуем, рекомендуем, потому что это для нас все сделано. Вот панель приборов сделали для нас. Сделали, да, здорово. Ну, как классно, да, стрелка с тахометром. Вау! Он прям заставляет, заставляет разгоняться, заставляет чувствовать себя прям ну, не шумахером, да, тот плохо кончил в итоге. Правда, не на машине. Но почувствовать прям драйв хочется. Что ж, на этом я заканчиваю свой рассказ. Отметил основной аспект. Сегодняшнее главное, о чем мы решили поговорить. Это, конечно же, панель приборов, она превратила в Vestu намного более привлекательный автомобиль. Всем могу смело рекомендовать. Работает четко и заставляет прям порадоваться, особенно с точки зрения подсветки. Вспомните, было такое темное пятно было, да, раньше. Ставили с завода делать после обращения более яркое. Более яркое подсветку врубили, на счастье, да. Ну и здесь совершенно другое решение. За небольшие деньги отличный ездовой комфорт. Кому не хватает, пожалуйста, есть вариант альтернативный с тахометром в левом углу, а по центру водится педометр привычный. Но, я повторюсь, неоднократно, не постоянно это делаю, чтобы, если вам потребно посмотреть, как будет реализовано решение со спидометром по центру, видео подготовлю, видео сниму. Мы с вами прокатились на Vestia 1.8, оценили возможности автомобиля. Они нам давно знакомы. Будем ждать валов по этот автомобиль, потому как, ну, конечно же, конечно же, под спорт панель нужно, чтобы ехало все тоже более приятно по спортивному. Ну, теперь прощаюсь с вами, оставляйте свои комментарии, пишите то, что вы хотите узнать про автомобили. Я, как всегда, максимально открыт и готов к конструктивному диалогу по улучшению тех или иных автомобилей. Если вам есть что показать, рассказать, тоже, конечно же, жду вас. До новых встреч. Мы посмотрели на возможности автомобиля. Мы оценили новую панель приборов от компании AMS или AMC, и можно английские вновления тоже называть. Будет это интереснее даже с какой-то точки зрения. Мол, у меня крутая панель приборов от AMC. Щиток приборов даже скорее правильно. Вот так вот. Так что я в позитивном настроении продолжил свой путь. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова